День добрый. На прошлой неделе на сайте Думская появилась информация. Губернатор Одесской области Игорь Палица уволил очередного своего заместителя Сергея Калинчука. Таким образом, у главы Одесской облгосадминистрации остался всего один зам, бессменный руководитель аппарата Владимир Кулаков, который большую часть времени исполняет обязанности руководителя области. Затем эта информация здесь шла по сообщениям нашего источника, зачем она получила свое подтверждение. Вот насколько эффективно, что в Одесской области председатель облгосадминистрации сегодня фактически не имеет замов, и три зама перешли в статус его советников. Как это сказывается на руководстве области и какие взаимоотношения складываются между Одессой и Киевом в свете того, что Киев не дает возможности назначить губернатору своих заместителей. Вот об этом поговорим с гостем студии. Это депутат Одесского областного совета, заместитель председателя областной организации партии Батькевщина Сергей Веселов. Сергей Робертович, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. На Ваш взгляд, это нормально, когда у председателя облгосадминистрации фактически нет замов? Здесь проблема немножко глубже состоит. Она заключается в том, что еще и Игорь Петрович не назначен председателем областной государственной администрации. То есть он тоже исполняет обязанности? Да, он тоже исполняет обязанности. Более того, у нас нет ни одного главы района государственной администрации. Они тоже не назначены. И, как правило, там руководят замы. Если даже не замы, то начальники управления. Есть такие у нас районы. Поэтому то, что происходит в вопросе управления государством, вызывает удивление. А это хорошо или плохо? Мы иногда даже спорим, есть ли палица на рабочем месте или нет. Думская так, в общем-то, довольно прошлась по палице и по этому поводу. Мы помним предновогодние и новогодние дни. И вот эту фразу губернатора «я здесь при чем?» Насколько это? Это сказывается как-то на ситуации в области или наоборот все в общем-то? Естественно, сказывается. То есть любая структура сильна своим управлением, своей системой власти, возможностью управлять процессами какими-либо. Когда в руководстве какого-то коллектива, района, организации нет руководителя, то спросить не с кого. То есть, например, ставится задача. Вот самое последнее, то, что у всех было на слуху и то, что вызывало удивление, когда президент объявляет мобилизацию, спускается в районы, занимаются районные военкоматы, когда начинает задавать вопросы о сорванных планах мобилизации и встает вопрос, с кого спросить. И спросить не с кого. Потому что за все процессы, происходящие в районе, отвечает председатель районной государственной администрации. Но есть еще райсовет, тоже, наверное, с председателем, депутатом. Нет, райсовет — это орган местного самоуправления, он никак не влияет на решение глобальных задач, глобальных вопросов по линии исполнительных органов власти. Он может дать рекомендации, он может там... Хорошо, Сергей Рубитович, а почему? Киев так не любит Одесскую область? Или вот в чем причина? Киев так не любит Украину. В Украине вся такая ситуация аналогичная нашей. Если я не ошибаюсь, по-моему, в пяти или в шести только лишь областях Украины назначены главы райгосадминистрации, областные государственные. Хорошо, вы, оценивая работу новой власти, недавно на сессии областного совета сказали о том, что глава облгосадминистрации, я по взгляду из Одессы процитирую, оставил все старое руководство региона и все старые схемы непрозрачного использования средств областного бюджета. Да, я могу подтвердить свои слова, потому что это моя точка зрения. Но вы можете это как бы и доказать. Вы понимаете, на чем вы основаетесь, когда делаете такое заявление. Ведь в принципе получается, что ничего особо и не изменилось. Абсолютно ничего не изменилось. Я являюсь членом комиссии по бюджету и банковской деятельности. И все, что было при Матвичуке, то осталось и при нынешнем руководстве. То есть, как используются средства областного бюджета. То есть, если раньше это было сделано под видом народного бюджета, то сейчас точно так же расходуются средства, и депутаты не имеют возможности контролировать процесс распределения денег. У нас настолько закрытая структура, настолько непонятные бюджетные назначения, что когда начинаю задавать вопрос, находится очень много аргументов за то, почему деньги были распределены таким образом. Я вот знаю о том, что... Но они убеждают эти аргументы? Абсолютно нет. Не убеждают? Абсолютно нет. В свое время, в пятой каденции, когда у нас шло бюджетное распределение, бюджетная комиссия очень открыто заслушивала всех председателей. То есть, собиралась бюджетная комиссия, собирались председатели, и каждый председатель доказывал, почему эти деньги нужны на такие-то цели, объекты и так далее. И сегодня у вас тоже были бюджетные комиссии? Сейчас у нас этого ничего не происходит. Но комиссии-то были? И вопрос, комиссия была, но комиссия собиралась перед сессией областного совета, которая утверждала повестку дня, то есть рассматривала... То есть формально? Да, чисто формально. И на мои вопросы о том, что, допустим, вот, что беспокоит жители Одесской области. В каждом районе есть очень большие проблемы с водой. Водонапорные башни еще остались со времен Советского Союза. Трубы, которые идут к домам, они полностью закоксовались. Вода нечистая. То есть, и самое главное, это первое, что требуется, жизнеобеспечение людей. Задавая вопрос руководителю управления по финансам Зинченко, Наталье, Марине Анатольевне, она говорит, что ей подают заявки главы райадминистраций... Которых нет, да, которые как бы его там... И они эти заявки рассматривают, и среди этих заявок нет этих вот задач. Хорошо, Сергей Романович, а почему? Вот когда после революции достоинства надежд было много, да? Появился новый глава облгосадминистрации, мы знаем, кто приезжал его представлять, и казалось, что вот появится новая власть. А вдруг работать ему комфортнее было с представителями прежней власти, да? И вот такое ощущение, что общего языка со многими, кто поддерживал Евромайдан, палиться тоже в Одессе так и не ношу. Здесь можно анализировать ситуацию в работе нашего руководителя области. Что я бы хотел сказать? Есть положительные моменты, есть моменты, которые бы хотелось изменить. Вот, но положительным моментом относится то, что у нас пока не то ситуация, как в Донецке, там в Луганске. То есть это к положительным можно отнести. Что касается общей работы в плане развития региона, то, как нам говорилось, то есть такого развития как такового мы не получили. Плюс ко всему... Сегодня и программы, да, что делать, как, так сказать, будет жить область. Мы особо такой программы не видим. Да, значит, оно могло бы быть понятным, если бы был диалог руководителя областной государственной администрации, допустим, с руководителем фракции, или с президиумом областного совета, либо с председателем областного совета. Вот есть такое ощущение, что не очень диалог там тоже складывается. Просто то, что беспокоило, то и продолжает беспокоить. То есть областной совет, он не рассматривается как орган, с которым нужно советоваться, который является тем обязательным условием для решения каких-то вопросов. Вот этого не происходит. Посмотрите, как на этот вопрос, вот Юрий Луценко, он в интервью «Украинской правде» сказал следующее. «Единым нестабильным элементом, как на меня, есть местные органы власти на Сходе Украины, обранные, а точнее признанные, еще за все влади Януковича. На Раде Нацбезпеки я внес пропозицию затоствовать закон про войсково-цивильные администрации на территории Харьковской та Одесской областей. Захист украинских мест мае початиться с усунения від виконавчих функций асепаратистских діячів». Вот с одной стороны, да, у нас вроде тфу-тфу-тфу, более-менее все-таки спокойно, да, а военно-гражданские администрации. Может, это тоже оценка действий нынешней власти и города, и области, и отношение к Одесскому областному, может, городскому, районным советам, сепаратистскому и так далее. Вот не слишком, Юрий Витальевич? Я, честно говоря, с большим опасением отношусь к подобным заявлениям. Вы ли мы видели, слышали заявление президента, заявление Еремы, заявление Гелетея, считая, что это заявление относится к этому разряду. Для того, чтобы о чем-то говорить, нужно, по крайней мере, понимать, о чем идет речь. Это раз, и второе, подвести под это законодательную базу. Ну, есть уже, да, военно-гражданские администрации уже вводятся в Луганской и в Донецкой областях, там, где... Ну, я не знаю, что такое военно... Но там война реальная происходит. Да, когда Луценко говорит о том, что нужно, ну, так сказать, слава Богу, вот на территории, где войны нет, вводить администрацию. Я, во-первых, считаю, что это и оценка деятельности облгосадминистрации. Да, раз вот... Не совсем так. Я думаю, что это обычно популистское заявление, которое не имеет ничего общего с реалиями, которое существует в настоящее время. Достаточно для решения вопросов провести действительно те реформы, которые были обещаны в стране, начиная сверху и кончая низом. Что мне не нравится, что мне не нравится, и вот я говорил уже и могу повторить о том, что у нашего представителя областной государственной администрации был очень хороший повод показать, как можно сделать реформирование системы управления областью в рамках нашей области, конкретно в данном случае. То есть мы слышали с трибуны областного совета на сессиях, где Игорь Петрович резко критиковал киевские власти о том, что там ничего не происходит, никаких реформ, ничего и так далее. Ну последнее заявление вообще, что он бы Гонтарь его посадил, так такое... Здесь у него бы есть возможность показать, как это можно сделать в отдельно взятом регионе. Ну проведи здесь какие-то реформы, покажи людям, что можно по-другому сделать выстрою систему управления. Может ли это что-то менять в системе? Ведь я понимаю, это состоятельные люди, у которых все есть, куча возможностей, какая у них мотивация что-то менять? Ну хотя бы потешить самолюбие. Потешить самолюбие в том плане, что, допустим, если он добился каких-то успехов в бизнесе, то он может добиться успеха в его управлении. Ну потешить самолюбие можно в Швейцарии, показав, какой у тебя особняк, какая у тебя классная машина, тоже, по-моему, на самолюбие. Ну я бы точно этим потешил, если было такое. Я просто хотел бы в этой связи сказать о том, что Игорь Петрович обращался, допустим, к нам, и говорил о том, что у него очень мало опыта в вопросе государственного, государевой службы, что ему еще надо подобраться опыта, и мы могли бы ему помочь или подсказать, как это сделать. А потом попросил даже в приемную к нему не заходить. Для этого нужно было просто взаимодействие. То есть мы бы со своей стороны депутатский корпус, руководители фракции, руководители депутатских групп могли бы подсказать свое видение, как можно решать, ну или как мы видим возможность решения тех или иных проблем. Могу сразу сказать, что вчера было заседание комиссии по экономике, где рассматривались выполнения программ. На этой комиссии просто обсуждалось, как эти программы максимально приблизить к нуждам жителей Одесской области. Я сегодня понимаю, что Игорь Петрович говорит, что вы ему не только не помогаете, но где-то и мешаете. Простая цитата, да? Хочу сказать для всех присутствующих партийных проектов. Сегодня не время заниматься политикой. Я понимаю, что все депутаты в ожидании осенних выборов в местные органы власти, областные, городские, сельские. По словам Палица, сейчас время не для политики, но для восстановления экономики. По всей Одессе висят объявления, устроим митинг на Канатной по поводу тарифов. А для чего вы туда идёте? Кто стоит за этими организациями? Позавчера блокировали управление социальной защиты. Мы знаем, кто стоит за этими организациями. Мы знаем, откуда деньги идут. И дальше. Батькивщина, я вас очень прошу, не надо делать у себя сбор всех неоппозиционных демократов или борцов с тарифами и всем остальным. То есть вы дестабилизируете ситуацию в области? Вы мешаете Игорь Петровичу проводить реформы? Не, ну, во-первых, интересное заявление. Я, честно говоря, такого не слышал. Чтобы Батькивщина что-то там собирается делать, я, честно говоря, думаю, что это самое. Не собираете вы там не оппозиционеров? Да, тут как бы для меня это, честно говоря, удивительно. Но для того, чтобы хоть как-то наладить диалог, надо хотя бы переговорить, правильно? То есть спросить, собираемся мы проводить митинги, не собираемся мы проводить митинги. То, что на последней сессии я единственное, что просил, чтобы декларации не расходились с делом. То есть если Игорь Петрович заявляет о том, что он готов сотрудничать со всеми политическими силами, со всеми общественными организациями по решению каких-то вопросов для области, то пускай он это сделает. Потому что он говорит одно, а здесь декларация, это чисто обвинение, не связанное абсолютно ни с какими реальными факторами. А вы, Батькивщина, себя не ощущаете сегодня? У меня вчера в эфире, ну, я, так сказать, бесконечно уважаю Ленина Капелюшина, который сказал, вот сегодня наиболее себя ведет, так сказать, правильно Юлия Тимошенко. А при этом, вот я читаю, допустим, ваш коллега по коалиции, вроде, так сказать, силы Майдана. Значит, принятие законопроекта об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вызвал массу споров. Об этом, значит, на своей странице в Фейсбуке написал народный депутат фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук. А вот замечательным примером является реакция Путина обезьянок из ДНР и ЛНР вместе с Шоце Робоця, Батькивщиной и Радикалами. Отдельно хочу отметить тезисы, которые распространяет лидер Батькивщины госпожа Тимошенко. Она призывает украинцев в качестве панацеи использовать обращение в суд ГААГИ. Полный бред. Вчера на встрече с президентом вообще предлагала разрешить Путину ход до Днепра наступать. Суд, мол, его накажет, когда геополитика изменится. Хорошо, что ее мало кто слушает, а то второе подписание контрактов типа 19 января 2009 года загонит Украину в могилу. Символично, что происходит при помощи женщины с косой, если вы понимаете, о чем я. Это союзники вот так разговаривают? Вопрос опять-таки. Цирк уехал, а клоуны остались. Мы видим о том, что... Видим то, что начиная с 2010 года, когда Украина реально имела возможность стать другим государством, за счет фальсификации и технологий победил Янукович, который довел страну до такого состояния. Сейчас, опять-таки, после досрочных президентских выборов народ сделал выбор в сторону очередного олигарха. И мы видим, что все, что сейчас происходит, ничем не отличается, может, даже стало хуже от времен Януковича. И опять-таки, и в этой связи, чем прикрываются вот такие деятели, чем прикрываются деятели, которые понимают, что они ведут страну не туда, понимают, что есть лидер, который может привести страну туда, это Юлия Владимировна Тимошенко, и пытается, опять-таки, использовать технологию черного пиара. Вот этим черным пиаром, когда уже, значит, уже столько времени прошло, и все говорят, что Юлия Владимировна такая, она такая и такая, то это не что иное, как неспособность, импотентность в решении государственных... Вы понимаете сегодня, что сегодня и в Киеве, и в Одесской области, в товарищах, которые называются коалицией, а согласия, к сожалению, нет? Константин, смотрите, коалиция — это добровольное объединение политических сил для решения каких-то определенных глобальных задач. Единомышленников. Ничего подобного. Нет единомышленников. Это объединение групп людей или политических партий для решения каких-то глобальных вопросов. Вот есть глобальный вопрос — это евроинтеграция, есть глобальный вопрос, допустим, вступление в НАТО, есть какой-то глобальный вопрос... Есть глобальный вопрос — война. Да, ну, опять-таки. Вот в этом вопросе. А методы достижения этого, если, допустим, принимаются какие-то законы, к примеру, о особом статусе Донбасса, с моей точки зрения, и могу процитировать лидера нашей политической силы Юлии Владимировны Тимошенко, что это фактически мы отрезаем кусок от Украины и даем ее под управление Российской Федерацией. Фактически мы смиряемся с тем, что в результате вот этих вот действий мы устанавливаем особый контроль для этих территорий. То есть этот особый контроль предусматривает то, что эти территории получают чистую автономию со своими ресурсами. Анатолий Степанович Гриценко написал, что вот такие же условия хотели бы все регионы Украины. Абсолютно правильно. И ничего плохого в этом нет. Но там есть другой вопрос. Готовы ли мы вот к такой автономии, децентрализации, я имею в виду, готовы ли мы на местах брать ответственность на себя? Готовы. Сегодня нам сложно на выборы прийти, мы ОСМД не создаем. Готовы. А вот решит проблему вот такого противостояния и противоречий выборы октябрьские, на ваш взгляд, местные? Как только люди увидят, что происходят какие-то изменения, либо власть дала посыл людям видеть, что она делает что-то в этом направлении, поверьте мне, ситуация поменяется кардинальным образом. Люди, которые видят, что есть изменения, они могут потерпеть. Но люди, которые, да, приходят на выборы досрочные, очередные, какие-то 15-20%, когда один раз в год ты не можешь найти час, ты можешь не доверять выборам, сомневаться, что там правильно посчитать, ещё какие-то вещи, но ты приди и сделай. Если ты не доверяешь, приди, как это было в 2005 году, когда люди стояли под избирательными участками и проверяли, как считаются там голоса на выборах президента. Если ты даже не хочешь этого, просто приди и проголосуй. А если приходит 15%, остальные говорят, мне всё равно. Я прошу прощения, если речь идёт о довыборах, в определённом округе, я думаю, что это просто-напросто отсутствие информации у избирателей наших. Насколько мне известно, я общался со многими людьми, то люди вообще просто не знали о том, что там идут выборы. Ну, стояли палатки, раздавали агитационные материалы, раздавали подарки, проводили я. Мне кажется, ну, давайте возьмём проще пример, да, ОСМД. И я в том числе не хочу, чтобы его создавать. Да, потому что это ответственность, пусть лучше ЖЭК, занимается, плохонько, но тем не менее. И тогда, когда мы говорим о децентрализации каких-то, так сказать, более серьёзных вещах, то возникает вопрос, а кто? Снова местные, просто князьки там что-то будут решать? Тоже решается, не так сложно, как это может показаться. Даже те же ЖЭКи, даже те же ОСМД, всё абсолютно будет понятно, когда люди будут понимать, как используются их средства, которые они платят туда. Если ЖЭК будет отчитываться, если ЖЭК будет поддерживать это самое. Надо навести порядок. Для того, чтобы навести порядок, местные выборы могут что-то изменить? До октября уже не так много. Если опять-таки в ходе местных выборов, вот как были на этих довыборах, победит Гречка, то ничего не изменится. Ничего не изменится. До тех пор, пока побеждает Гречка и люди заинтересованные пройти в местные органы власти, платят избирателям деньги, а после этого с этих избирателей в сотни, в миллионы раз больше забирают тех же денег, и пока люди это не поймут и не начнут голосовать так, как им нужно, ничего не изменится. А мы всегда говорим. Есть еще сила государства, закон о выборах. Если этот закон будет нормально действовать, этот закон будет нормально действовать и будет выполняться, опять-таки возможность изменить систему. Если, допустим, была в 2006 году... От кого зависит, чтобы он выполнялся? От руководителя государства. А когда сегодня говорят о том, что может эти выборы нужно отложить? Батьковщина к этому как относится? все можно делать, если в этом есть какой-то смысл. Но смысл некоторые намекают, что у многих крупных партий рейтинги как-то не очень в последнее время. Поэтому крупные партии сейчас пытаются выкручиваться и придумывать такие схемы, при которых они смогут опять удержаться у власти. Только только над этим и думают. То есть люди, люди, облеченные властью, думают не о том, как поднять страну приоритетно, а о том, как получить результаты на выборах. То есть сколько депутатов завести для того, чтобы продолжать грабить страну. То есть если мы поймем это, ну тут трудно, конечно, понять. Опять-таки у нас гречка сегодня такое ощущение, что она в общем-то не победима. Победима гречка победима. Если мы вернемся с моей точки зрения хотя бы выбором в избирательной системе 2006 года, я думаю, что гречка в этом случае победима. Это избирательная система по партийным спискам. У нас были выборы и по партийным спискам. Это один раз. Не очень мы от этого все равно радовались. А вот вас не тревожит ситуация, когда часть людей сегодня говорят, вот мы знаем как нужно, если кто-то с нами не согласен, это враг, это тот, кто против демократической страны, против евровыбора, это пособник Путина. До сегодня просто приходят и какие-то вещи, которые легально, они могут мне тысячу раз не нравиться. Я могу быть не согласен с теми людьми, которые их там организуют, проводят и что они там говорят. Но тем не менее, если это законно и как бы милиция, а люди приходят, говорят, нет, нельзя, будет только так, как мы говорим. Я обязательно зрителям скажу только, что я обязательно постараюсь в понедельник пригласить в эту студию Сергея Гонцалюка. Мы ведем диалог с ним в общем-то уже давно и вот какие-то вопросы у меня накопились, очень хочу ему задать. А вот ваше мнение услышать сейчас? Опасные тенденции, когда вешаются ярлыки, когда пытаются заткнуть рот, когда пытаются закрыть телеканалы, которые освещают... А когда при этом на войну ссылаются, говорят, вот в стране ситуация такая, это аргумент? Нет, это не аргумент. Если не проводится никаких изменений кардинальных в стране, если коррупция просветает, если те же чиновники, которые были у власти при Янукович остаются здесь и все теневые схемы, все это остается, то естественно ничего не меняется. Хотел бы просто еще один, поскольку тут есть еще возможность, как я вижу нормальное сфункционирование развития нашего общества. Это прежде всего развитие гражданского общества. Это развитие той активной части населения, которая имела бы возможность через общественные организации, через какие-то фонды контролировать действия исполнительной власти. вот сейчас мы видим, что контролировать, когда мы даже на выборы прийти не хотим. Мне кажется, это очень далекое, а вот если уже совсем завершая, вот сегодня выбор Одесской исполнительной власти по привычной нам с вами пятибалльной шкале, какую оценку поставили? Ну только двойку. Вот тут мы точку и поставим. почему я могу сказать в двух словах. Опять-таки все те изменения, которые были обещаны и которые ждут одесситы, они не происходят. Люди сталкиваются с тем, что они не могут решить элементарные вопросы. Беда в том, что еще больше начинают не верить. Кажется уже отчаяние. мы там, та власть была нет, здесь нет. И вроде уже другого выхода получается не очень. А это и есть эффективность работы власти. Вот тогда я завершаю, я скажу, что любые реформы, можно что-то потерпеть, можно так сказать, но тогда, когда знаешь ради чего, и тогда реформы получатся, когда в товарищах согласие есть. И когда ты видишь, что власть так же терпит вместе с тобой, как и ты. Да, что она как раз моя власть, вот тогда можно с ней взаимодействовать и что-то в стране менять. Но сегодня будем надеяться, ведь без нас ничего не произойдет. Правильно? Если люди не будут в этом участвовать, все это обречено. Поэтому вот и задача, каждый должен определиться и, так сказать, ну я думаю, лучше всего это делать все-таки не на митингах и на улице, а на выборах. Поэтому будем надеяться, что в октябре выборы состоятся и, в общем-то, люди поддержат тех, кто будет отвечать. А митинги происходят из-за того, что люди не могут добиться своих решений, своих вопросов у власти. Это тоже форма демократии, митинги тоже должны быть, но мы этот разговор продолжим тогда уже в понедельник. Спасибо вам, спасибо зрителям, которые были с нами и до встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова